Цена на бензин с каждым днем растет. Почему так происходит в нефтяной державе? Чтобы получить ответ на этот вопрос, Сергей Миронов провел онлайн-встречу с руководством Независимого Топливного Союза. Вы знаете многие наши инициативы, что-то вы поддерживаете, на что-то у вас критическая точка зрения. Вот хотел бы по всему комплексу вопросов услышать вашу позицию, потому что мне как законодателю очень важно знать мнение профессионалов. Те, кто профессионально работает на этом очень непростом нашем рынке российского топлива. О топливном рынке нужно говорить в двух плоскостях, потому что наша система регулирования, которую мы имеем, она предусматривает жесткое разделение между розничным сегментом и розничным ценообразованием и оптовым сегментом. При этом оптовый сегмент подчиняется рыночным законам. Цены в розничном сегменте регулируются государством в рамках инфляции. И такое ценообразование обречено на постоянный рост. Даже когда складываются условия, которые подразумевают возможность снижения цен, этого не происходит. В силу того, что завтра случится ситуация, когда оптовая цена станет больше, чем розничная, и адекватно пропорционально задвинуть розничную цену вверх, никто не так. Вот поэтому мы живем в условиях постоянного роста. Еще одна проблема – высокое налогообложение. Эксперты считают нужным перераспределить нагрузку с розничного потребительского сегмента на сегмент добычи. Лидер «Справедливой России» предложил продолжить обмен идеями в рамках работы над законодательными инициативами, регулирующими топливную отрасль в интересах потребителя и отечественной экономики. Лидер «Справедливой России»